Здравствуйте дорогие друзья, с вами Розе и это ивенты и обновления 11.01. И начнем мы с обновления Тайное Подземелье Эзепара. С 11 по 25 января, период проведения ивента 2 раза в день, 12.30 и 20.30, открывается Тайная Комната Бремнона. В Тайную Комнату Бремнона можно войти, нажав на иконку ивентового рейда рядом с картой. Тайная Комната Бремнона это рейдовое подземелье с ограниченным временем для одного персонажа. Рейд состоит из 6 этапов. При уничтожении монстров, появляющихся в рейде, с определенной вероятностью выпадают указанные ниже предметы. Сияющая антикварная вещь от 5 до 13 штук. Заряд Души от 50 до 140. Свиток Битвы. Свитки Пробуждения. Защиты Ловкости. Фрагменты Огня, Воды, Земли, Тьмы, Ветра. Также при победе над Агнес, последний босс волны. С определенной вероятностью можно получить в награду указанные ниже предметы. Знаки Поручения от 120 до 400 штук. Золотая настойка Леи 1 штука. Знак Беоры от 50 до 200 штук. Фрагменты рецепта создания редкого оружия, доспеха, украшения, оружие гигантов. Зелье Пробуждения низкого качества. Большое зелье Исцеления от 1 до 8 штук. После победы над Агнес в инвентарь добавляется таинственный сундук Запера. Если его открыть, мы получим реликвия энергии. 5 штук, 100% шанс получения. Усиленный камень магии. Благословенный усиленный камень магии, камень жизни, камень духа. Можно получить один из этих предметов. Также фрагменты рецепта создания редкого оружия, доспеха, украшения. Также можно получить один из фрагментов. И фрагменты рецепта создания героического оружия, доспеха, украшения. Можно получить один из фрагментов, можно и не получить. Начинается новый сезонный пропуск с 11 января по 25 января. Активация сезонного пропуска 1 миллион адены. Как всегда море виталочки на почту за покупку пропуска. Давайте начнем с премиум наград. Здесь в основном энергия энхасад. Также есть вот такие вот сундучки. Позволяет получить следующий предмет. Золотая настойка леи. Случайный предмет это свитки битвы. Пробуждение защиты. Позволяет получить следующий предмет из списка. Камень магии. Усиливающий камень магии. Камень жизни. Камень духа. Это уже с неким шансом. Позволяет получить кристалл души 1, 6 или 11 раз. Это у нас был сундук падшего ангела. Таинственный сундук зепера. Позволяет получить следующий предмет. Реликвия энергии 5 штучек. Случайный предмет из списка. Усиленный камень магии. Благословенный усиленный камень магии. Благословенный камень жизни. Благословенный камень духа. Позволяет получить случайный предмет из списка. Фрагмент рецепта создания оружия, доспеха, украшения. Это предмет с неким шансом получения. Можно получить или не получить. Фрагмент рецепта создания героического оружия, доспеха, украшения. Так, дальше у нас снова сундук падшего ангела. Все так же, только в количестве 5 штучек. И перед финальной наградой, таинственный сундук зепера. Также видим реликвия энергии, усиленный камень. Фрагменты рецепта, редкий и героический. Теперь перейдем к основной награде. Сундук с провизией наследника. Зелье развития 10% в количестве 5 штук. Сундук с обычным пособием на выбор. Сундук со свитком поручения Энхасад. Вот это очень странно. Доступен на уровне 70 и выше. Позволяет продлить время нахождения в храме за пара на 1 час. Очень интересно, если кто-то туда не может попасть, с него польза. Сезонный пропуск. Сделали бы уже для всех сезонный пропуск, если ты не можешь использовать эти часы. У тебя нет 70 уровня. С ними что-то можно будет сделать. Дальше, кристалл души. 6 раз. Сундук с провизией наследника. Реликвия энергии в количестве 30 штук. Чистый эликсир. Опять часы. Сундук с провизией наследника. Зелье развития 10%. В количестве 5 штук. Сундук с обычным пособием на выбор. Сундук со свитками поручения Энхасад. Опять часы. Тут уже у нас кристалл души. Кошачья банда 6 раз. Сундук с провизией наследника. Реликвия энергии в количестве 30 штук. Чистый эликсир. И снова часы. И финальная награда 10 тысяч виталки. Ну не знаю, такой пропуск вообще слабенький. Но виталочки много. Очень хорошо. Типа намекают. Качайтесь, хлопцы. Тайные подарки Зепара. С 11 января по 25 января. Каждый день в 21.00 по почте будет отправляться тайные подарки Зепара. Энергия Энхасад 1000 единиц. Золотая настойка леи 1 штук. И руда духа 100 штук. Так, теперь перейдем к обновлениям. С 11 января будут установлены обновления. Завершен первый сезон Острова Древних. Очень хорошо. Большие зелья исцеления теперь можно использовать автоматически. Это те зелья, что можно купить у клан Торгос. Вот такие беленькие. Большое зелье исцеления не будет использоваться. Если запас ХП достигает максимума. Даже при включенном автоиспользовании. Данное зелье нельзя использовать одновременно с зельями исцеления высокого качества. Даже при включенном автоиспользовании. Теперь урон боссам, призванных при помощи предмета Сосновый посох. Зависит от количества нанесения ему ударов. То есть не урона, а ударов. Это очень правильно сделано, потому что там есть такие мелкие боссы, типа Базилла или Фелис. То, что один передоненный персонаж может просто один прокаст. Никто не успеет ударить и получить награду за Фелис. Добавлено сезонное покровительство битвы, милости, восстановление. Создание доступно в меню создания. Другое, припасы, покровительство. Короче, нас надурили, как всегда. Это оно? Что это такое? Вот покровительство какие-то добавили. Покровительство битвы. Ну а так от дела покровительства я не вижу. Начинается первый сезон храма Зепара. С 11 по 25 января. Храм Зепара это арена, где могут собираться персонажи нескольких серверов. Подбор для первого сезона храма Зепара меняется каждую неделю. Подбор первой недели храма Зепара с 11 по 28 января. Это получается группа 1 Леона и Зигхард. И группа 2 Эрика и Барц. Чтобы войти в храм Зепара, используйте меню подземелья арена. Войти может персонаж 70 уровня. 14 часов в неделю дается время на подземелье. Стоимость входа 200 тысяч адены. Монстры в храме Зепара усилены и могут принимать необычный вид. Но я тут подумал сначала, короче, для новичков там, к примеру, да? Типа уровень башни дерзостей 1 там, ну чуть посложнее хотя бы. В первой зоне видим, что тут магические чернила легендарные падают. Вот этот храм. Видим первый этаж. Видим, вот ритмки выпадают. За которые мы создаем вот такие сундучки. Шанс 10%. И тут падает комплект. Кираса, лунной души, рукавицы, сапоги, плащ, набедренники. Если мы собираем такие предметы, вот, еще вытачиваем на плюс 5, мы можем получить вот такой сундук. Шанс крафта 10%. И тут в сундуке мы получаем случайные предметы списка. Также мы видим тут тень Фелис. Тень Талакина. Это типа мини какие-то РБ появляются или что это? Или это обычный моб? А, гуманоид. Дух. Нежить. Это гуманоид. Ха-ха. Я зашел в эту первую зону. Я то стоял под станом. То на меня постоянно вешали сало. Потом я пошел на второй этаж. Зацепил одного моба. Хотел убить. Но в итоге я его убил. Но при помощи арбалета, который пробежал мимо меня. Убил моба и меня шарами. Короче, крутое и винтовое подземелье. Босс Зепар появляется в колыбели падшего ангелом. Шестая зона 22.00 и исчезает 23.00. Монстры в зонах охоты шестой зоны исчезают в течение одного часа с момента появления Зепара. Добавлен новый кристалл души легендарный Зепар. Во время охоты в храме Зепара с определенной вероятностью можно получить кристалл Порчи. За которым вы покупаете руны силы, ловкости, знаний, мудрости, выносливости, скорости. Зелье развития 10%. Чистый эликсир. Благословенная святая вода. Энхасад. Фрагмент ключа дракона. Сияющая антикварная вещь. С помощью кристалла Порчи можно создать различные предметы. Часы храма. Зелье пробуждения среднего, высокого качества. Также исправления. Были изменены базовые знания некоторых опций настроек. Автоназначение припасов в ячейке быстрого доступа. Это теперь настройки управления удобства. Отображение сообщения о получении рангов предметов. Это у нас теперь настройки, уведомления, глобальные уведомления о получении. Также отображение сообщения о получении рангов класса, агатионов, кристаллов души. Настройки, уведомления, глобальные уведомления о получении. Так это слишком рано, даже не будет гневных комментариев. Очень плохо. Это все ивенты и обновления Lineage 2 Mobile. С вами был Розе. Всем до новых встреч.